В этом видео вы посмотрите винодельческое хозяйство князя Трубецкова. Всем привет! Вы на канале Мотолайф, я Комбат и у нас очередная рубрика Украина глазами байкеров. И сегодня мы находимся в Херсонской области, буквально не доезжая до самого Херсона километров 50. И мы находимся в винодельческом хозяйстве князя Трубецкова. Что это такое? Смотрим в этом видео. Это старинное винодельческое предприятие, производящее вина по классической технологии. В 1898 году Трубецкой высадил на Днепровских склонах виноградники. Заложил винные подвалы на 180 тысяч ведер и построил винзавод. Здесь производили белые, сухие, крепкие, а также десертные вина. Лучшие сорта получили и гран-при на всемирной выставке в Париже в 1900 году. Попасть на экскурсию по винзаводу можно по предварительной записи. Стоимость экскурсии 250 гривен. Дегустация отдельно оплачивается. На экскурсии вам расскажут о князе Трубецком, истории винодельни, о сортах винограда и, конечно, о винах. Ну, кстати говоря, нам не показали ни виноградники, ни само производство вин. Как-то так. Ну и самое интересное начинается, когда вы спуститесь в винные погреба. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас на каждой дежке есть паспорт. Можете побачить его. Порядковый номер, емкость в литрах и век початку эксплуатации дежки. Классный подвал такой. Здесь больше 200 бочек. В каждой бочке по 220-230 литров вина. Пляшки совсем, скажемо, не продаются, а когда есть аукционы, ось власники едут с двума-трима пляшками на аукционы. И там 2-3 тысячи долларов, евро, они продаются. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это следующий подвал. В нем хранятся бутылки с вином. Некоторые экземпляры здесь стоят по 3-4 тысячи долларов за одну бутылку. Поэтому... Ой, тут запах такой плесени немножко. Потому что бутылки вообще руками нельзя даже трогать для хранения хорошего. Нашел даже вино в годы своего рождения. Название даже на Днепрянское. Ну, сейчас поднимаемся на третий этаж. Что там? Сейчас посмотрим. Дальше проход в ресторан. Здесь будет дегустация. Ну, я за рулем пить не буду. Сэкономим на дегустации. Дегустация здесь отдельно 100 гривен стоит. А вот Юля, наверное, хряпнет. Хряпнешь? Конечно. Не сомневался. Ладно, посмотрим. Хоть. Христос. 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 Что? Мы кушаем. Еще что-то посмотрим. Христос. 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 Аблик Currenton Bay. Христос. С высоты вы видели все это здание, и здесь есть гостиница. Вот, вот здесь, видите, новая номера такие. Мы хотели здесь прожить, но до конца августа всё расписано, и всё занято. поэтому мы отсюда будем двигать дальше уже к одессе ну чтобы вы знали вот такие домики внутри не знаю что вот стоит там порядка по моему 1400 гривен приблизительно у нас зайдете посмотрите сколько за сутки стоит ну вот вот такое по гостишке кстати тут еще есть басик можете им пользоваться сейчас туда подойдем посмотрим здесь бассейн для жителей гостиницы этого комплекса поэтому если что сможете здесь пользоваться ну и природа здесь шикарная ну что вот такое винодельческое хозяйство князя трубецкого не доезжая до херсона приблизительно 50 километров мне понравилось здесь тишина такая спокойствие вообще красиво все и как бы хочется здесь отдыхать здесь гостишка есть если за месяц бронировать то может сюда и попасть можно и здесь тоже можно отдохнуть хорошо очень понравились мне винные погреба и очень понравился ресторан ну как есть но во всяком случае я рекомендую сюда вам заехать и посмотреть здесь насладиться природой посмотреть может продегустировать какие-то вина если кто любит вина я больше по крепким конечно ну и по традиции если вам понравилось это видео подписывайтесь на канал moto life поставьте лайк ударьте в колокольчик чтобы не пропустить следующие видео и конечно же поделитесь этим видео с кем-нибудь и и до встречи на дорогах пока до встречи на канале Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова